Заместитель и руководитель аппарата Союза Добровольцев Донбасса, командир Сводного Казачьего батальона Георгиевса Дмитрий Боронов. Хочу представить Евгения Позывной Ангара, вдова автора книги, которая сегодня в презентации, он же член Союза Добровольцев Донбасса, а также хочу представить руководителя муниципального отделения Московской области города Кубинки Дмитрия Позывной Бабы. Евгения, хотелось задать вопрос. Сегодня произошла презентация книги вашего мужа, можно сказать, в открытую, что это герой Донбасса. Сама книга, она о чем? О жизни. Это книга о жизни, о смерти и о любви. О войне, потому что на войне все чувства такие, какие они есть, непрекрытые и правдивые. Эта книга для того, чтобы будущее поколение, подрастающее поколение, чтобы люди, которые сейчас живут, чтобы могли знать правду о войне, о том, как происходило на самом деле, без фейков, без подтасовки фактов, чтобы видели просто вот правду, вот эту и за Богом. А вот еще такой вопрос. Многие спрашивают, наши даже ополченцы, когда приезжаем на крипток, они спрашивают тоже, а есть ли книги, где-то что-то почитать. Наши ополченцы же тоже могут почитать эту книгу, вспомнить свой боевой путь. Это же как бы получается, боевой путь именно ополченца, у которого было и бои были, да, и были, и жизнь была. То есть было это все вместе. То есть любой ополченец, в принципе, тоже же может почитать книгу и вспомнить о своем, боевом пути, о своей жизни. И любовь была, и какие-то потери своих друзей. Я думаю, наверное, так. Однозначно. На обратной стороне книги так и написано, что человек, который почитает эту книгу, что убедит в ней себя. Потому что сослуживцы знают, он очень любил жизнь. Виктор, это знаете, это просто вот такой вот суперпозитивный человек, который всегда будет за любое вот, за движение, за жизнь и за правду. Может, поэтому он немного отдал в руках. Ну, некоторые считали, что он был некористный, он боролся за правду, он пришел именно за идею. И поэтому книга у него такая получилась честная и именно как и за руку. Ну, вот его детище, продолжение его рода. То есть, сразу видно, что тоже воин. И так же, как и его отец, он тоже будет, если будут какие-то проблемы на нашей земле, на русской земле, да, будет защищать. Так что, все раз говорю, читайте книгу нашего добровольца, позывной Дон, защитника русского мира, защитника Донбасса. Вот. Ну, а он Евгений Штынов сказал, держитесь, все, мы вас поддержим. Вам растить защитника. Мы нам тоже окажем какое-то содействие в плане возможности, чтобы он поступил в год в год в год в год в год в год в год. У нас в Луганске есть кадетский казачий корпус. Так что, если что, поможем. Да, естественно, у вас спрашивают, что я знаю, что я знаю, что я знаю, просто, кем он хочет стать, он говорит, защитником, солдатом. Молодец. Поэтому у нас в планах тоже кадетский корпус. Всегда рассчитывайте на нас, мы можем, чем можем, тем поможем. Мы никогда вас не забудем, а вы не забывайте нас. А книга... Спасибо большое за презентацию. ...будет жить, иначе будет жить. Будет продолжение, правильно? Все, спасибо. Спасибо.